Парк развлечений – место, где сбываются мечты детей. Но порой они здесь и разрушаются. Дурацкие ограничения по росту. Кто вообще их придумал? Мэйзи с папой ехали сюда два часа, и так просто они не сдадутся. Небольшая хитрость. Из лайфхаков Трум Трик папочка отвлек работницу парка. Но директора не провести. Эти уловки уже прописаны в должностных инструкциях. Ему придется идти на крайние меры и уволить небдительную сотрудницу. Мэйзи так и не попала на аттракцион. Но она не из тех, кто сложит руки на пути к мечте. У нее с папой созрел новый план. Что если украсть работников и построить свой собственный парк аттракционов прямо в гостиной? Думаете, это безумие? Про все гениальные идеи так говорят. Так что меньше разговоров – больше дела. Впереди очень много работы. Ведь им придется построить Диснейленд в гостиной. Бывшая билетерша больше не допустит ошибок и ни за что не потеряет работу. Эй, аккуратней. Мог бы извиниться из вежливости. Моника не любит, когда ее задирают. Школы и колледжа ей хватило на всю жизнь. Как тебе такое, Том? Кто высоко взлетает, тот больно падает. А пузыри – это интересная идея для аттракциона. Моника построила нечто невероятное. Выглядит круто. Мэйзи ждет, пока уйдет Моника, чтобы протестировать заманчивое развлечение. Ей нравится. Она сама порхает, словно воздушный шарик. Вот и папа вернулся с пробежки. Он ошибочно подумал, что Мэйзи в ловушке и ее нужно спасти. Но спасать от веселья здесь никого не нужно. Моника гордится своим изобретением и просит прибавки за такую инициативу. Деньги отлично мотивируют работников. Вот она уже заканчивает колесо обозрения и просит Тома подать материалы. Но непредвиденный форс-мажор на строительной площадке приостановил стройку. Будить Мэйзи может быть опасно. Она словно ангелочек. Моника вдохновилась ее образом. Мэйзи будет символом этого аттракциона. Она и не против быть музой. Работники хорошо потрудились и даже успели утомиться. Спать на работе – это, конечно, вопиющая наглость. Но они заслужили. Папа Мэйзи считает иначе. Он платит им деньги не за яркие сновидения. Но простаивать бизнес не должен. Поэтому у папы появилась идея, как получить выгоду из спящих работников. Теперь в парке появилась фотозона с персонажем. Всем нужны новые фотографии для постов в Инстаграм. Тем более с такими красавчиками – дело весьма прибыльное. Наши герои и выспались, и денег принесли предприятию. Ничего личного – просто бизнес. Эй! Папа Мэйзи пошел. Он решил заткнуть уши ваты, чтобы не пропускали, и попробовать еще разок. Вот теперь совсем другое дело. Бассейн готов. Осталось набрать в него воды и найти костюм спасателя. Немного пены не помешает. Все любят играть с пеной. Как иначе узнать, пойдет ли тебе борода и прическа афро? Томми хорошо справился, но не справился с Колой. Постоянно забывает, где у него рот. Ой, у него идея. Очень надеюсь, что она хорошая. Папа Мэйзи пришел проверить, как продвигается большая стройка. А что там делает Том? Стирка в бассейне – это уже наглость. Ему придется объясниться и загладить свою вину. Мэйзи обожает мини-маус. Поэтому Томми нужно сделать ростовую куклу для фото. Он быстро справился с поставленной задачей. Вроде похуже получилось. О, вот и Мэйзи с папой. Сейчас они дадут свою оценку. Мэйзи в восторге. Ей очень нравится. Нужно скорее сделать ей фото. А ну, сделай милое личико. Томми предлагает пофотографировать отца. Он не такой милый, как Мэйзи. Какой-то даже слишком угрюмый. Папа такой папа. Он совсем не умеет веселиться. У малышки возникла идея, как сделать жизнь папочки веселее. Его фото в паспорте давно пора освежить. Ей очень нравится, а значит, понравится всем. Эй, папочка, взгляни на себя. Это очень смешно. Теперь в аэропортах ему всегда будут улыбаться. А все благодаря Мэйзи. В парке развлечений обязательно должна быть лотерея. Все желают проверить свою удачу. Мэйзи сразу же выиграла. Ей сегодня везет. Целых 10 баксов ей послала вселенная через папин карман. Моника и Том тоже хотят обогатиться. Посмотрим, как им повезет. О, ну, а на что надеялись эти лузеры? Теперь они должны папе Мэйзи деньги. У Моники вычтут и зарплаты. Мэйзи решила еще раз попытать удачу и снова выигрыш. Этого не может быть. Алчные Моника и Том загорелись желанием разбогатеть. Но все, что делает с ними эта лотерея, это разоряет. Им придется до конца жизни работать бесплатно. Аэрохоккей – веселая забава. Том, как настоящий инженер, много времени уделяет чертежам. Шестизначная цифра – это повод отказаться от затеи. Это следует согласовать с главным спонсором проекта – с папой. Такой бюджет не предусмотрен, но есть вариант упростить идею. Ну вот, и не нужно тратить кучу денег. Обычная доска при правильном подходе легко превращается в бесплатный аэрохоккей. Бери и играй. Мэйзи уже не терпится утереть нос Томми. Эй, мог бы и поддаться, а он еще злорадствует. Сейчас папа разберется с этим вопросом. Его дочь никогда не должна плакать. Ну, держись, парень. Вау, вот это удар. Я не успеваю следить за шайбой, а она уже в воротах противника. Игра окончена, Томми. В любом парке аттракционов должен быть силомер. Томми слишком много внимания уделяет чертежам и расчетам. Материалы можно брать прямо в доме. Урок с аэрохоккеем он усвоил. Но, похоже, плохо. Вырывать трубы из сантехники точно не хорошая идея. Папу Мэйзи лучше не злить. Силомер готов. Ну, почти. Осталось только налить жидкость и протестировать устройство. Эй, Мэйзи. Мэйзи всегда рада помочь. Но малышка не поднимет такой тяжелый молот. Для этого у нее есть самый сильный в мире папа. Хоть бы не сломался аттракцион. Максимальная отметка. Действительно, самый сильный в мире папа. Мэйзи очень гордится им. Папочке пора подкрепиться и набраться еще сил. Он все руки испачкал. А теперь еще и холодильник. Нужно их срочно помыть. А вот зачем нужны были эти шланги. Придется Томми измерить силу папиного удара. Если не успеет вернуть все как было. Моника готова запускать первых посетителей. При продаже билета обязательно проверить рост клиента. К сожалению, этой девочке придется запретить. Отказывать детям в развлечениях нехорошо. Лучше помочь девочке обойти строгие правила. Как насчет газировки? О, девочка выросла аж на 10 сантиметров на глазах. И теперь может развлекаться. Ого, сколько детей. На всех газировки не хватит. Проще немного изменить правила и не лишать детей удовольствия. Парк аттракционов в гостиной работает по полной. Всем все нравится, кроме папы. Запущенный Мэйзи Дротик напомнил ему службу в армии. Зря его отвлекли от чтения. Он профессионал. Папа устроил целую спецоперацию по освобождению дочери. Но никого освобождать не надо. Все хорошо, ребята просто играют. А папе лучше поспать. Он даже немного расстроился. Он планировал не оставлять живых. Ребята от страха спрятались. Военные так пугают. Так что хорошее укрытие вы нашли, ничего не скажешь. В отличие от фокусников. Их все обожают. Интересно, что у него в шляпе? Даже Томми и Моника замерли в ожидании магического чуда. Дорогая и милая Мэйзи сейчас покажет, что она нарисовала. И это мороженое. Для этого фокуса это важный момент. Просто помещаем рисунок в шляпу и достаем. Как вы думаете, что? Правильно, мороженое. Это невероятно. Мэйзи еще принесла рисунок. Неужели то же самое получится с хомяком? Папа слишком уверен, чтобы сомневаться. Вау, не может быть. Это настоящий хомяк. Настоящее чудо. У Томми и Моники весь мир перевернулся на глазах. Они такого никогда не видели. Теперь все их деньги. Деньги Мэйзи и папы. Они решили с вами воспользоваться магической шляпой. Том всегда мечтал быть вольным ковбоем. Монике его не понять. Эй, время чудес. Эй, почему-то шляпа не работает. Может, в какую-то кнопку надо нажать? Нет никакой кнопки, как и магии. Это все обман ради денег. Моника больше не верит в фокусы и сама делает мороженое. Но у нее клиенты не выбирают вкус. Колесо само выберет, что ты хочешь сегодня. Мэйзи устраивает такой вариант. Ей ведь постоянно везет. Колесо решила, что она хочет вишневое и угадала. Это же ее любимое. Вот это удача. Томми даже завидует немного. Он тоже решил попытать удачу. Ну что ж, давайте узнаем, что он отведает сегодня. Парню так часто не везло, что сейчас он просто обязан сорвать джекпот. Ему выпала земля и рыба. Его порция уже готова. Приятного аппетита, Томми. Дети так активно веселятся, что им часто хочется пить. Папа Мэйзи решил исправить эту проблему. Даже сам немного вспотел. Бесплатная вода для всех посетителей. А бесплатная, потому что дождевая. Ребята тут же пришли оценить обновку. Если за воду не надо платить, то Томми готов ее выпить всю. Однажды он так пытался выпить водопад. И Моника туда же жадность их погубит. Скупердяи выпили все до последней капли, ничего не оставив детям. Они сейчас буквально лопнут. Им срочно нужно в туалет. Который, кстати, теперь платный. Скупой платит дважды. А наши работнички даже трижды. Деваться некуда. Моника придумала новый аттракцион. Шарики с водой, которыми нужно попадать в живую цель. Лучшего развлечения для детей и не придумать. Мэйзи только этим и занимается в школе. С первого раза точно в цель. Эй, Томми, ты напился? Том не любит оставаться в долгу. Девочкам лучше понадежней спрятаться. Все шары ловит Моника. Ни одного попадания. Пришло время коронного броска. Его точно не поймают девочки. А вот папа легко. Том уже жалеет, что родился на свет. Папа одним броском выбивает парня из игры. Настоящие стрелки в людей не стреляют. Том повесил мишень и тестирует свой лук. Хороший выстрел, и никто не пострадал. Значит, Том заслужил яблочко. А яблоко не считает его достойным себя. Или это кто-то так выстрелил? Мэйзи, ты молодец. Но больше так не делай. Пожалуйста. Минуточку. Эй, мы же договаривались. Это может быть опасно. Бедолага еле успел забаррикадироваться в замке. Работники довольные осматривают свое творение. Получилось и вправду очень круто. Здесь есть все, чтобы дети хорошо проводили время. Они буквально душу вложили в этот парк аттракционов. Большие молодцы. Кстати, пора бы получить оплату своего труда. Папа Мэйзи обещал их щедро отблагодарить. А он держит свое слово. Но им придется надеть повязку на глаза. Это уже семейная традиция. Вау, что происходит? Вот это сюрприз. Теперь Моника и Том владельцы собственного парка развлечений. О таком они даже мечтать не могли. Теперь у всех сбылись мечты. И все счастливы. Если это не хэппи-энд, то что? Эй, Том, пора за работу. Нужно переделывать тут все. Эх уж эти работяги. Всегда найдут себе работу. Расслабляться они не умеют. Папа готов на все ради улыбки, доченьки. Если нужно сделать качелю, он берет и делает ее. Вы только посмотрите. Я была бы не прочь на такой покататься. Но она уже занята малышкой, которая вовсю рассекает воздух то вверх, то вниз. Даже мама пришла посмотреть. Ей нравится. Она просто еще не знает, что папа использовал бельевую веревку, и вся стирка валяется на полу. Кому-то за это придется ответить. От волнения у папы поднимается температура. Так пусть просушат вещи. Вкусы мамы и папы слишком разные. Они снова спорят. И все-таки противоположности притягиваются. Так спор никогда не решится, и стена останется прежней. Кто-то точно должен вмешаться. Может, Мэйзи? Она обожает вырезать цветных лошадок. Родителям стоит брать пример с малышки. Меньше споров – больше дела. Лучше вместе декорировать стену веселыми лошадками и самим повеселиться. Стена в Луна-парке должна быть не такой, как хочет мама или папа, а такой, как захочет дочь. Колесо обозрения в мягких облаках. А Мэйзи сделала гирлянду из лошадок на карусели. Превосходно! Быть мамой – тяжелая работа. Еще и без зарплаты. Мыть посуду – это слишком скучно. У папы есть крутая идея. В Луна-парке открывается новый аттракцион – тир с водяным пистолетом. Мыть посуду отныне – одно удовольствие. Невозможно остановиться. А самым метким полагается приз – сладкий десерт. У мамы явно талант снайпера. Кто знает, может, она что-то скрывает о своем прошлом. Тарелки чистые и блестят. Но вот беда. Кому-то теперь нужно убрать пол. Конечно, победителю. Папочка сделал для Мэйзи лабиринт. Выбраться из него – целое приключение. Только вперед, Мэйзи! Не останавливайся на пути к своим целям. Какой-то бесконечный этот лабиринт. Папа даже решил почитать, пока дочь пытается выбраться из ловушки. Она совсем запуталась. Куда идти – непонятно. А папа умудрился уснуть. Вот чудак. Мама по всему дому ищет Мэйзи. Где же спряталась малышка? Безответственная администрация Луна-парка должна разобраться в этом вопросе немедленно. Сколько времени Мэйзи провела в лабиринте? Целую вечность. Папе пока непонятно, как работает новый аттракцион. Зато у Мэйзи есть мысли на этот счет. Папе лучше не высовываться, иначе его ждет сюрприз. Он просто гвоздь, который нужно забить. Дочка сильно вошла в азарт. Папа даже не успевает ей объяснить, что игра неисправна. Нужно ведь бить по мягкой игрушке, а не по его макушке. Да уж, так не очень интересно. А у папы сильно разболелась голова. Еще и разъяренная мама напоминает об уборке. Но папа на сегодня все закончился. Папа насмотрелся видео на Ютубе и решил, что он иллюзионист. Он приготовил уникальное шоу, которое потрясет любого зрителя. Фокус с исчезновением дочери. И Мэйзи превратилась в цветочек. Теперь ее только поливай все время и все. Маму такая магия напугала до истерики. Ну что там? Кулер? Серьезно? Маме поплохело от таких фокусов, и папа ее освежил. Еще одна попытка, и мы очень надеемся, что она будет удачной. Все точно должно получиться. Так, стоп, это точно не Мэйзи. Она была девочкой. Шутки с магией очень опасны. Вот как теперь вернуть дочь и этого паренька обратно? Фокус явно вышел из-под контроля. Этот парень тоже. Не давайте детям много сладкого. Конечно, приятно, что ему понравились аттракционы, но наверняка его ищут родители. И к тому же его время на развлечения истекло. Парнише придется раскошелиться. Хм, да он богач. Выгодная сделка. Ах да, Мэйзи забыла предупредить родителей, что теперь она работает охранником в парке аттракционов. Как быстро растут дети. Хм, у семьи появилась возможность разбогатеть. А почему бы и нет? О, наш старый знакомый. Добро пожаловать. Жадным разрушителем детского счастья вход категорически запрещен. Папа чем-то увлеченно занят. А вынести мусор у него совсем нет времени. Это бесит маму. Он занят важным проектированием модели автомобиля для дочери. Папа слишком занят своими чертежами. Зато мама придумала, как перейти от теории к практике и сделать два дела сразу. Зачем выбрасывать мусор, если на нем может кататься дочь? Ой, не в том смысле, а в смысле, что из мусора можно соорудить автомобиль. Мэйзи в восторге от кабриолета. И ничего, что вместо колес ее ноги. Теперь она растекает хайвей. Только не превышайте скорость, мэм. Вот и первый арест малышки. Нужно сделать фото на память. Автомобиль придется конфисковать на время следствия. У папы новая идея для парка аттракционов. Батут, на котором Мэйзи сможет допрыгнуть до неба. Каркас легко сделать из старых металлических прутьев. Теперь нужно придумать, на чем будет прыгать дочь. Тут он и вспомнил про свою кожаную куртку. На рок-концерты он больше не пойдет. Маме понравилось милое изобретение отца. Его жертва ради дочери бесценна. Вселенная за это его щедро отблагодарила. Как же сильно он любит дочь. Новый аттракцион в гостиной для Мэйзи. Комната страха? Жуть! Что же там такое за шторой? Похоже, это Хаги-Ваги. Страшно представить. Нет, это дантист. Сколько это стоит? Ужас! Ну какой может быть парк аттракционов без попкорна? Точно не домашний. Мама как раз проголодалась и собралась посмотреть сериал. Но даже ей придется платить. Ничего личного, просто бизнес. На два бакса из ассортимента только вот это. Скудновато, но хочешь больше плати и никаких возвратов. Папа сделал для Мэйзи куклу-подругу. Ей можно менять костюмы по погоде и настроению. Но папа не сказал, что изначально он пытался сделать лошадку, и что-то пошло не так. Но какая теперь разница? Мэйзи счастлива, и это главное. Для папочки тоже есть сюрприз. Ему точно понравится бумажная футболка и галстук. Ему очень идет. Вот только под дождем в ней нельзя ходить. Еще один аттракцион. Сейчас проверим, как мама умеет обращаться с кольцами. Вау, весьма недурно. Все в цель. Мэйзи очень горда меткой мамочкой, которая вошла в кураж и уже не может остановиться. Вокруг видит только цели, в которые метка попадает. Но это невозможно. Кажется, ее новой целью вот-вот станет глава семьи. Вау, кольцо на пальце. Для мамы нет ничего невозможного. Ей не впервые кольцевать папу. Папа никак не успокоится. С тех пор, как он потерял работу, он еще не чувствовал себя таким живым. Парк пополнился еще одним интересным аттракционом. В одном из шариков вода. Надежда только на удачу. Папе сегодня не везет. С мамой все в точности да наоборот. Так не может продолжаться. Эй, папаша, куда это ты собрался? Кажется, отец решил сразу и душ принять, пока играет. Ну вот и от мамочки отвернулась фортуна. Слухи о парке аттракционов в гостиной быстро разнеслись по городу. Ох уж этот Спрингфилд. Посетители — это живые деньги. Дополнительный заработок семьи сейчас очень кстати. Посетители в восторге от самодельных аттракционов. Веселье через край. Дети теряют контроль. Может, нужно было нанять охранника? Ну да, с одной Мэйзи сложно справиться, а с толпой детей и подавно. Главное, чтобы несущие стены уцелели. Папа так старался все это строить. А сейчас со слезами наблюдает, как все это рушится за считанные минуты. Ну хоть горка уцелела. Ладно, не уцелела. Грустно. Родители так старались ради Мэйзи. Столько сил вложили. И они окупились с лихвой. Теперь папочке не нужно искать работу. Они богаты. Начинается новая глава жизни семьи, в которой они могут позволить себе все, что захотят. К примеру, пойти в настоящий парк аттракционов. Эй, охранник, пропусти. О, Мэйзи здесь. Персона нон-грата. Или может охранник обознался и на фото вовсе не она? Посмотри внимательней, лузер. О, Ривидерчи, злой страж. Мэйзи, пора прокатиться на безумных горках с папочкой. Этот гадкий человек убил мой любимый домик. Что здесь произошло? Это был ты? Я? Нет, это неправда. Я как раз убирал комнату. И тут внезапно налетел сильный ветер. Кажет целый ураган и развалил маленький, хрупкий домик. Я пытался его защитить, но было слишком поздно. Домик был раздавлен силами природы. Нет, за что? Не покидай нас так рано, домик. Он скончался на моих руках. Бедняжка, я понимаю твою трагедию. Можешь поплакать. Я пришел к своей доченьке. Где она? В комнате. Переживает трагедию. Мила, пришел твой биологический отец. Этот ужасный отчим разрушил наш домик. Я? Нет, я тут ни при чем. Детка, не расстраивайся. Папочка знает, что поднимет тебе настроение. Юху! Обожаю аттракционы. А это что? Извините, мы закрыты. Ну что ж, придем в другой раз. Закрытый пранк удался. Что же нам придумать? О, есть идея. Вместо разрушенного домика давай построим свой лунопарк. За работу! А вот и первый аттракцион. Пауэр Тауэр. Кресло готово. Мила, хочешь прокатиться? Садись поудобнее. Та-дам! Как тебе мой аттракцион? Вау, как круто! Надежно пристегиваемся. Раз, два, три. Полетели! Вау, как высоко! Почти до потолка? Нравится? А теперь полетели вниз. Вух! Детка, тебе понравился мой аттракцион? Да! Тогда идем дальше. Пауэр Тауэр. Всегда мечтал на таком прокатиться. Мир и безопасность для слабаков. Ну что, полетели навстречу звездам? Кажется, заелось. А-а-а! Вы кто? И что вы делаете в моем полу? Я ваш сосед снизу. Приятно познакомиться. Игрушка на полу? Я ее достану. Работает рука робота. Игрушка доставлена. О, есть идея. Все любят автомат с игрушками. Папочка! Я обожаю эту игру! Кладем туда побольше игрушек. Вау! Я хочу достать вам того снеговика. Давай, детка. Я в тебя верю. У тебя все получится. Еще чуть-чуть. О, нет! Хитрый снеговик сорвался с крючка. Он не хочет, чтобы его поймали. Все зря. Что же делать? О, у меня есть идея получше. Пап, давай еще чуть левее. Тяни пони. Да! Вы выиграли приз. Ю-ху! Игрушка моя. Папа, лучший автомат для добычи игрушек. Я тоже хочу игрушечку. Сейчас я тебя достану. Моя голова, это не игрушка. Робот! Помогите, я застрял. Похоже, утренний кофе отменяется. Вместо этого расслабляющий массаж головы. Детка, сколько энергии у тебя еще осталось. О, есть идея. Папа знает, куда направить твою энергию. Танцевальный баттл. Два танцпола со стрелками и телевизор. Мила, иди сюда. Готово? А теперь потанцуем. Повторяй движение на экране. Ю-ху! Наши ноги живут отдельной жизнью. Быстрее, еще быстрее. Не отставай, Мила. Ю-ху! Мы выиграли. Нас точно должны взять в королевский балет. Станцуем. Танец – мое второе имя. Завидуй мне, Бейонсе. Такого этот мир еще не видел. Моя жизнь в стиле тиктоник. Увеличим темп. Слишком быстро. Я не успеваю. Танец вспышка. О, нет. Помогите. Пожар на танцполе. Кто-нибудь остановить это диско-безумие. Мила, следи за моим лицом. Мила, ты где? А, Хаги-Ваги. Я его боюсь. А это идея для нового аттракциона. Возьмем ножницы и плед. Проявим немного швейного творчества. Мила, иди сюда. Вау! Добро пожаловать в тайную комнату страха. Вау! Святые небеса, как здесь страшно. Надеюсь, эти скелеты умерли своей смертью. А-а-а! Хаги-Ваги! Малышку так легко напугать. Тайная комната страха? Я тоже хочу посмотреть. А где же главный страх? Ничего не понимаю. Видимо, эта комната страха работает только для детей. Помогите! Беги-беги! Интересно, что опять задумал мой папа? Какой-то новый аттракцион? Надо посмотреть. Вау! Это же американские горки! Нравится? Вот твоя личная тележка. Садись на старт. Внимание! Поехали! Ю-ху! Чудеса на виражах! Понравилось? Идем расскажем маме. Американские горки! Моя мечта! Вот и тележка! Готово! Покатили! Упс! Поворот не туда! Ну все, горки! Я уничтожу вас за то, чтобы скинули меня с тележки! Упс! Биту прочь! Так это ты все злостно разрушаешь! Нет, это бита! Мама! Папа! Отправляйтесь на свидание в наш парк аттракционов! Ну что ж, потанцуем, дорогая! С удовольствием, дорогой! Вот так мы снова стали семьей! Субтитры подогнал «Симон»!